Добрый-добрый-добрый день всем! Микрофон от рук, это студия игрокам ТВ. Ну и что, у нас команда E-Home против Invictus Gaming. На данный момент у нас идет еще групповой этап китайского дивизиона. Команда E-Home сражается с Invictus, ну и драка обещает быть интересной. В пике вы уже видели. SF, Шейкер, Вич Доктор и Лайфстиллер. И Лайфстиллеру придется в кого-то прятаться. Если это не Шторм Спирит, потому что он в составе Invictus Gaming, то кто-то должен быть. Хотя, в принципе, и без инфест. Бомбы можно обойтись любой командой. Команде, точнее. Ну, по пику, в общем-то, функционал что там, что там. Поэтому особого какого-то преимущества не найти. Ну, Invictus Gaming крутая строта по раскасту за счет ультов. Сэнд Кинг с Эпицентром и Ancient Operation со своим ультом. И Шторм Спирит, который куда угодно может добраться и наказать любого из саппортов. Это точно. А там, гляди, и SF будет доставаться. Лайфстиллер, в принципе, у нас парень живучий. Встроенный Блэк Кинг Бар и ХП достаточный. А Джор Дикий и Invictus Gaming берут Вивера. Последний герой, как я понимаю, для Бёрнинга будет у нас. От команды Invictus Gaming в сложную, скорее всего, отправится Клок. Сэнд Кинг вполне может быть отправиться фармить лес. Ancient Operation постоит с Вивером, а Шторм Спирит отправится на Миндлейн. Ну, мне так видится. Ехум по лайнам SF наверняка отправят на Миндлейн. Лайфстиллер будет фармить в паре с Шейкером, Вичдоктором и Оффлейнера пока что для Ехумов не имеется. Ну, из Оффлейнеров, в принципе, чуть-чуть совсем времени осталось. Кто же это будет? Возможно, Шейкер, кстати, пойдет на Оффлейн. Ну, последняя секунда. Тайт Хантер. Никаких Шейкеров на сложной линии. Оставим это СНГ коллективом. Китайцы у нас играют серьезную доту. Только хардкор, только толстяки у нас на сложной линии. Все, по героям, в принципе, разобрались. По пику теперь команда Ехум. Ехум выглядит просто толще. Не сказать, что особенно солидней и как-то функциональней, но толще это точно. Лайфстиллера попробую снеси. Тайт Хантер тоже у нас особенно не отличается какой-то архитичностью. Поэтому сливать его будет совсем непросто. Ну и Инвиктус Гейминг, в свою очередь, ультрамобильный. У Чуаня будет наверняка Даггер. На Сент-Кинге Бернинг у нас через Шукучи. Куда хочешь добирается к Си. Тоже врывается за счет кукшота. Шторм Спирит, понятное дело. Болл Лайтнинг. Шар Молния. И Фейту вообще не надо подходить в файт. Просто главное дать вменяемый ульт. Последние 5 секунд приготовления. И, собственно, мы начинаем. По пику вы все видели. Теперь давайте разберемся по расстановке лайнов. Я думаю, что классическая схема вполне может быть у Ехумов. Формить в легкую линию отправляется у нас Мейнкерри. Лайфстилер и саппортить его будет парочка саппортов. В общем-то, удивительно, но тем не менее. Саппортить у нас будут саппорты. Энфлейм на СФе отправляется на мидлейн. И в сложную пойдет... Да ну. В сложную пойдет у нас Рутикей на Тайдхантере. Но не сам. Я думаю, что Шейкер, в принципе, может ему и помочь. То, что Лайфстилеру будет относительно комфортно на своей линии, это факт. Тем более в присутствии Вич-Доктора тут и подхил будет. И где-то стан, и просто, даже если Клок закрывает у нас в Коге Лайфстилера, проблемы как таковой нет. Кси у нас играет на Клокверке. Будет стоять в Соло сложно. Бёрнинг, скорее всего, будет фармить мидлейн. О, не мидлейн, точнее, а легкую линию. А на мидлейн у нас отправляется Феррари на Шторм Спирите. Перетягивается команда Айджина, а то Пруну. Готовы уже с ней сражаться здесь с Энфлеймом. СФ, кстати, лишнего себе позволяет. СФ не такой у нас крепкий, чтобы выдержать весь раскаст. Чуань, подкоп пошёл по СФ у Кси. В Коге закрывает Чуаня. Ой, точнее, в Коге закрывает у нас Энфлейма. Ну, фраг, мягко говоря, идиотический получился от команды Юхом. Просто-напросто СФ пошёл сливаться. Это был мид офит, но тебе дали уже мид. Странно, немножечко странно. По итогу этого файта Айджи забирают 415 по голде и вырываются вперёд ещё до выхода крипов. Первый фраг у нас на счету Чуаня. Ну, первый ворвался, первый убил. Всё, Чуань, как кэп, тут себя чувствует теперь великолепно. Сэн Кинг пока что с подкопом. Ну, вынудили у нас Чуаня прокачать первым делом Барроу Страйк, чтобы зацепить СФ. Поэтому где-то попозже у нас будет Сэн Сторм. Я думаю, если Чуань вообще у нас в леса засядет. То, что Сэн Кингу очень комфортно в лесу, я думаю, никто в этом не сомневается. Поэтому Чуаню выбираться на свет до появления Даггера вообще не обязательно. Бёрнинг стоит в соло на нижнем лане против Ротикея. Тайт Хантер, в принципе, Бёрнингу ничего не делает. Потому что Бёрнингу крипам подходить не надо. А если нужно и подходить, то делается это всё быстро за счёт Шу Кучей. Ну и Ротикея ловит у нас Бёрнинга. За счёт Энкор Смэша Бёрнинга немного продамажил. Но опять же, Ротикея у нас очень опытный игрок. Один, наверное, из топ игроков вообще китайской доты. Понятное дело, что ошибок здесь, в принципе, быть не должно. А если и буду, то по минимуму. Лайфстиль раз 7 на 4 по крипстату. На первом месте он. Ну и Бёрнинг абсолютно та же история. Кстати, Ротикея могут здесь поймать. Чуань совсем немного... Нет, много ещё остаётся, конечно, Чуаню до подкопа. Но здесь и так хватило дэмэджа. Бёрнинг забирает второй фраг для команды IG. И Ехоумы просто начинают фидить. Иначе это не назовёшь. И как-то к рунам их тянет. Всё приключения, все приключения в основном на рунах случаются у команды Ехоум. Первый раз ССФ у нас слился, второй раз у нас слился Ротикея. По чуть-чуть, по чуть-чуть отдают преимущество команде IG. И в скором времени до этих ребят не догнать будет. Чуаню бы, если бы отдали фраг, там вообще великолепно бы было где-то, уже бы замаячил Даггер. Пока что у Чуаня, конечно, первый левел. И фармить ли сам не получается. Поэтому до Даггера ещё собирать и собирать. И экспириенс, и золото, ну... Чуаня настроен у нас на ганки, как я понимаю. Тем более команда Ехоум часто отдаётся. Надо, я думаю, это реализовать. И IG прекрасно об этом понимает. У Вивера есть Рейсбенд. Летит уже у нас к Бёрнингу базилка. Маквилла готова. Ну и постепенно будет готовиться выход. Может, какие-то тапки, наверное, со старта будут они грейшенными. Хотя Виверу тоже не проблема, в принципе, с обычными бутсов спид ходить. Да и просто без бутсов спид ходить Виверу тоже не проблема. Шукучи даёт макс спид, макс мув спид. Поэтому убегать от погони или, наоборот, догонять через Шукучи, это, в принципе, элементарно. И Бёрнинг прекрасно об этом знает. 727 после появления Аквиллы. Вич Доктор ходит по лесам. В принципе, Экспириенс не забирает у нас у Лайфстилера. И Лайфстилеру никто не мешает. У нас уже Клокверк отправился гулять по лайнам на данный момент у Клока. У Клока 5.1 Крипстат. При этом ни одной смерти, ни одного килла. Сам в файтах участвовал только косвенно. Один ассист есть. У Шторм Спирита на данный момент 14 на 3. СФ против него. Где же это СФ? Инфлейм опять отправился искать приключения на руну. У СФа 16 на 9. Формит немного получше. Но то, как СФ у нас подставляется, в принципе, явно не в плюс ему идёт. По Нетворсу Шторм Спирит, тем не менее, обгоняет у нас СФ. У Феррари на 100 голды больше. У Чуани на Сент Кинге почти 1000 по золоту. Появляется уже Сент Шторм. Можно, в принципе, фармить леса. Теперь никто ему особенно мешать не будет. Да и мешать некому. Ротикей там, если подойдёт, просто дэмэдж получит. Просветки какие-то или что-то подобное. У команды Юхом пока не появлялось. Спину вышли на Феррари. Фиссура пошла по Феррари. Шестого левела нет. Скорее всего, Феррари здесь и останется. Первый фраг для команды Юхом делают на мидере IG. Феррари отправляется в таверну. И Инфлейм забирает у нас первый фраг. Ну, для него полезно. По Нетворсу теперь Шторма оставляет позади. Причём на 300 голды. И до этого Шадоу Финд фармил у нас получше. А после этого фрага можно, в принципе, и в отрыв уже уходить. У Шторма на данный момент Боттл, Бутсов Спид и Нул Талисман. Ну, Инфлейма, в свою очередь, та же история абсолютно. Единственное, что Тапки себе ещё не принёс. Ну, и сразу Инфлейма нас очень горячо принимает. Шторм Спирита только пришёл. Два Койла и, в принципе, Боттл уже пустой будет для Феррари. И где-то придётся бодаться за руну. А команда Ехоум потихоньку, постепенно, но как-то крепнет. И... Ну, и мувы уже более-менее вменяемы. Просто так никто не отдаётся. Левела необходимые взяли. Фейта ловит у нас Ланэм. Ещё один Койл от СФ, а дальний. И разваливает Эншн Топорейшн. Счёт 2-2. Здесь Кси никак не мог подсоявить своего тиммейта. Тем более, очень неудачно у нас стал Ланэм. Фессура была. Два Койла. Там бумажная абсолютно Эншн Топорейшн второго левела. Развалить его проблемы никакой. Кси пошла погоня за Инфлеймом. Чуань. Барроу Страйком просто-напросто не достанет. По мувспиду... Ну, по мувспиду, в принципе, ситуация одинаковая. Но пока Барроу Страйк оставался бы, я думаю, Инфлейм у нас отошёл бы. В итоге ни маны, ни результата. По золоту IG выигрывали более 1000, теперь 500. И по экспириенсу IG где-то 150 всё ещё впереди. Даже несмотря на два фрага на последних минутах. Первый по фарму у нас Бёрнинг. Никто ему особенно не мешает. Остаётся на фрифарме. Да он и до этого был на фрифарме. Стоять против Тайтхантера в соло не проблема для Вивера абсолютно. Ну и по левелам, посмотрите. У Бёрнинга уже почти седьмой. У Роти Кей только-только накапал четвёртый. Где там его прямой оппонент. Лайфстиллер уже с фейсбуцами. Брасер имеется. Есть Мэджик Вон, Стаут Шилд. Ну, наверное, классическая схема. Через Мордиган будет собираться у нас Лайфстиллер. Дэмэджа-то в него будет вливаться достаточно. Поэтому надо будет всё это переживать. Ну и пока что ждёт, я думаю, врыва здесь Лайфстиллер. Несмотря на то, что никто на него не выходил. Рэйдж в два уже вкачан. В один Фист и Опен Ваундс тоже в два. В принципе, если выйдут и встретить, сможет и кабину развалить любому, кто сюда подойдёт. Пока что у Мэйнкерри Яхум дела идут великолепно. По Нетворцу на третьем месте у нас Лайфстиллер. Уступает только Инфлейму и Бёрнингу. Но там копейки абсолютно, которые даже не стоит считать. Ротикей. Запартизанился в лесу, просто стоит, получает экспириенс. Бёрнинг, я так понимаю, представления не имеет, где находится его оппонент. А вот Ротикей знает, где находится Бёрнинг. Ну, вы видите, да, что вижена у команды IG здесь нет. Да и откуда быть этому вижену? Ну, должны понимать, что Ротикей получает левела. Где-то чекать, в принципе, Ротикей нет на карте, и это стандартная схема. Если игрока нет на карте, а у него есть экспириенс, ну, сложно представить, что у нас в лес пойдёт на четвёртом левеле фармить Тайдхантер. Это была бы дикость абсолютная. Ну, позже прочекают, я думаю, проверят всё. Опять же, нет тараканов проверить у Бёрнинга. Так бы можно запустить было в деревья сформов и понять, что где-то там какой-то... Хитрозадый Тайдхантер у нас уже расположился. У Феррари 35 на 7, у Инфлейма 47 на 17. Но Инфлейм у нас мультиспауны по лесу дофармил, и по фарму мы видим, что 4000 для Инфлейма и всего лишь 3300 для Штормспирита. Ещё и слился у нас Шторм один раз. Тоже мы наблюдали у Инфлейма. Всё было так давно, что уже и не вспомнишь. На Фёсблату у нас слился Инфлейм, но при этом уже 2 фрага сделал. Активность у Шторма пока что не наблюдается. У Клока 6 левел будет вот-вот. Опять же, непонятно, кого цеплять. Цеплять Лайфстилера бесполезно. Рейдж 4 левела. Если вгрызётся у нас Клокверк Лайфстилера, там через Рейдж, через Опен Ваунс, да и где-то Инфес пройдёт, Клоку действительно себе дороже врываться в Найкса. Ну и какого-то массированного наступления от одной или от другой команды не наблюдали. Были какие-то одиночные выходы на Мидлейн, и всё, в принципе, да, у нас на Мидлейне весь экшен происходил. А несмотря на то, что у нас почти десятая минута, где-то вместе больше двух собираться, команда ни ЕХОМ, ни АйДжи пока что не планировали. Ну, возможно, планировали, но не реализовывали это точно. Полетела ракета у нас от оффлейнера команды АйДжи. И просто проверить, есть ли здесь кто-то делает, ли кто-то отводы. Ну, наверняка ищет у нас Ротикея. Где он? Ротикея в это время на Мидлейне. Пошёл получать экспириенс. Шестой левел Тайтхантеру нужен. Без ревейджа Тайтхантер бесполезен, абсолютно. Раз нет возможности фармить и получать золото, надо хотя бы вывести левел. А там за счёт того же ультимейта можно хотя бы что-то придумать. Инфлейм. Надамажил немножко Шторма. Шторм вынужден тратить ману, чтобы бегать у нас от Инфлейма. Шадоуфинт у нас на спокухе абсолютно. Подошёл, раскастовался и ушёл. Готовится выход в Юл для СФа у Феррари. У Феррари пока непонятно во что. Появляется Сол Ринг, точнее, для Шторм Спирита. В дальнейшем будет Бладстоун, но не факт, что сразу. Возможно, сначала пойдёт в Оркет Шторм, потом уже будет выдумывать себе что-то поинтереснее. У Ротикея наконец-то появляется хоть какой-то артефакт для Тайтхантера. Аркан Буци, это уже неплохо. При том, что не подпускали даже понюхать крипов у нас Тайтхантера. Сейчас стоял на сухпайке и умудрился хоть какое-то золото насобирать. Но если ты не умираешь, в принципе, золото и само по себе капает. В Доте теперь у нас после последнего обновления все стали богаче. Даже несмотря на то, что... Короче говоря, все, кто занимались пассивной Дотой, стали получать больше, чем получали раньше. Больше тикает золото в секунду, поэтому... В принципе, если тебя гнобят, хоть под фонтаном, собственно, стой. Какие-то деньги тебе в итоге накапают. Там и хлебушка себе купишь. У СФа 700 по голде. Кстати, у СФа уже, по-моему... Да, у Инфлейм уже есть Staff of Easterdry. Есть у него еще 650 на руках. Совсем немного остается до Иула. Ну, до Войтстоуна. Копейки, в принципе, с Таура этого можно их получить. Ну и 500 на рецепт. В общем-то, для СФа это не проблема абсолютно. Инфлейм пока все в курире носит. У Кси есть 6-й левел. Будет ли врываться? Не знаю. Вряд ли. Потому что рядом есть Найкс. Куда там врываться? Врывается у нас Чуань. Есть даггер у Чуани. Эпицентр под Инфлейм. А Инфлейм на лоу ХП. И обалденнейший Дезвард у нас от Вич Доктора. В итоге развалили у нас Кси. Но забрали СФа игроки команды IG. Еще и Найкса здесь расковыряли. Казалось, вроде как бы недоступны вообще для дэмэджа. Игроки команды Ехоум не тут-то было. Ну Чуань, как Кэп просто ворвался. Всех разнесло здесь по карте. Берите совок, отдирайте. 5-3 счет. На данный момент тысячу по голде в этом файте зарабатывает IG. И по экспириенсу 2,5 тоже для Инвиктус Гейминг капнуло. Я думаю, что достойный размен для команды IG случился. Кси там сам по себе не очень дорогой. Ну и с другой стороны, Клокверк знал, на что шел. Клок всегда у нас врывается в самую адскую гучу. И в большинстве случаев там и остается. Если, конечно, дикого перефарма нет. Но то, что не давали Клоку фармить, это факт. Кстати, удивительно, но Клок выходит в Мекку. Есть уже хедреска. Ну, скорее всего, там будет Мека. На одной хедреске останавливаться было бы нелепо. Где еще, кроме китайской доты, можно было увидеть подобную сборку на оффлайн Клокверка? Фейт опустили. Немножко поесть крипов здесь на линии. Пока вся команда IG готовится к серьезному файту. Ну, Рошана завардили уже. Кто, правда, будет его забирать, пока непонятно. А у Вивера уже есть Дизоль. Бернинг на 13-й минуте с Дизолятором. Вот-вот себе его принес. Аквила, ПТ и Дизоль. Это же сумасшедшее количество демеджа. Яхумы просто могут не дожить до своих артефактов вообще. Сформ в один уже вкачал Вивер. Все, Тауэр сыпется. Тут врыв пошел на СФ, а Чуань не врывается на Энфлейм. Энфлейм ловит ульту у нас от Эншн Допарейшена. Вивер в это время забирает Тауэр. Это просто маневр, в принципе, от команды IG. Немножечко отвлечь у нас Ехумов, чтобы даже попыток заденайть собственный Тауэр у них не было. У Бернинга демеджа вообще жесть как много. Опять же, здесь пассивка вкачана в 2, поэтому очень часто, сколько раз в 3 секунды вылетает. У нас по 2 удара, а каждый из ударов это 150 от Вивера. То есть капает где-то 300 каждые 3 секунды вообще левого абсолютно демеджа, которого по факту быть не должно. Ну и не стоит забывать, что минус 6 дефа у Дизолятора. А это плюс не только для Вивера, но и для всей команды IG. Давайте по артефактам Ехумов пробежимся. У Виджи Доктора уже есть Транквил Буци, 1 фраг и 1 смерть. У Лайфстилера есть Сенж, в Сенжен Яш выходит у нас майнкерри команды Ехум. Ну и Блейд и Фалакрити вместе с фазами тоже уже готовы. У Шейкера Сол Ринг больше ничего, даже тапка для Ланема не имеется. У СФ приобретается вот-вот Юл, Инфлейм также имеет ПТ, Рейсбенд и Ботл. Ну и Тайтхантер все пытается выйти в Даггер. Учись у Чуаня, Тайтхантер. У Чуаня Даггер моментально реализовался и реализовался с потрясающим вообще бустом для команды IG. Минус 3 сделали с первого же врыва Чуаня. Эпицентр, Даггер под коп. Ну и продолжение. Эпицентр от Чуаня, Ротики ловят. Ульта пошла от аппарата, ну просто на куски разорвало Тайтхантера. Самый толстый герой в команде Ехоум. Жить должен был дольше всех. Ну я думаю вы считали сколько секунд он жил. Не хотелось бы жить столько же у Вивера. У Вивера деньги куда-то потратились уже, да? Так, а куда Бернинг вообще нас сливает золото? Непонятно. Возможно здесь ПТ прогрейдился с обычных тапков. У Бернинга, кстати, смелости с появлением артефактов все больше и больше. На чужих Эншинтов никого не боится. Ну и цеплять по факту Бернинга нечем. Если там ворвется СФ, ну окей. Ворвется СФ, поднимет в Юул, через Шукучу уходить элементарно. Цеплять некому. А Open Wounds на Вивере просто-напросто не работает под Шукучами. Под смоком команда Ехоум. Кси должны видеть. Кси еще здесь и тапки выложил. Ну наверняка видит команда Ехоум своих оппонентов. Полетела ракета Инфлейм. На Бернинга моментально. В Шукуче ну то о чем я говорил. В Шукуче быстрее бежать, дальше фармить свои артефакты. 800 по голоде для Бернинга уже имеется. И вообще он первый по Найтворцу. 8 с копейками для него. Моментальный смоук от команды IG. Решили научить Ехоумов как реализовывать смоук. Ротикея увидели. Будет ли врыв? Да, пошел Хукшот у нас в Ротикея. Закрывает его в Коги Кси. Ну и опять же сюда под ноги Батриасаут. Ехоум теряет еще в очередной раз своего оффлейнера. Дезвард пошел у нас от Твич Доктора. И Кси бежать отсюда. Под Меледиктом может и рассыпется. Инфлейм просто надо дать один Койл. Не успевает у нас Инфлейм дать Койл. Под копать Чуани. В итоге умирает Клокверк. В ветрах здесь летает Шторм Спирит. Ну и поймали здесь Шторма через все, что было вообще. Я его убила из того, что было. Бернинг выглезается в Инфлейма. Инфлейм на лоу ХП. И в итоге умирает Бернинг у нас и Чуань на лоу ХП. Ланэм стопит у нас Чуань. Офисура по голове. Минус 4 делает Ехоум. Как подстряли АйДжи. Думали гораздо проще все. Да и я думал, что гораздо проще пройдет файт. А в итоге раскайтили, растащили команду. Ехоум у нас в разные абсолютно места. И смогли минус 4 сделать. Ну что Ланэм умирает или нет? Должен по идее умирать. Сейчас смотрим. Да, чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Ну куда ты? Куда ты, Витч Доктор? Витч Доктор хотел подхилить у нас на всякий случай Ланэма. Но я думаю, это троллинг был. Понятное дело, что в составе команды Ехоум нет игроков, которые не знают, что хил во время ульта аппарата не работает. 10-7 становится счет. Ну и по итогу этого файта 4 в 3 разменялись. Сейчас глянем графики. АйДжи выигрывали 7000 по золоту. Теперь порядка 5. Тоже впереди АйДжи. Ну и Инвиктус Гейминг по экспириенсу 2000 в плюс. Пока пауза артефакта. Ничего. С Инжин Яша для лайфстилера фейсбуцы есть в принципе 1500. Я думаю, что необходимо выходить в башер здесь лайфстилеру. Надо какой-то контроль за Вивером. Если прокнет где-то баш, тогда можно с ним будет хоть как-то тягаться. То, что Вивер будет еще раз попадать в раскасты от Ланема и СФа, слабо в это верю. Там был и Эхо Слэм по голове Виверу и туда же Реквим оф Солл от СФа. Второй раз не должен снаряд в ту же воронку попадать у Шейкера. Есть Солринг, есть Транквилл Буци, ну и по копеечкам тоже где-то что-то собрано. У СФа, так, у нас Роха у нас падает для команды Айджи. Давайте на СФа посмотрим. У СФа есть Юл, есть Рейсбенд, Пауэртретс и Боттл, ну и в принципе ничего. И для Тайтхантера совсем чуть-чуть остается до даггера. Но если посмотреть на время, у нас уже 477-я минута идет. У Тайтхантера пока что даггера нет. Только Аркан Буци для Ротике и полезность его врывов равна фактически нулю. А Чуань уже показал, как реализовывать даггер у него после даггера. Появляется Урн оф Шадоу, Став оф Езердри и готовится выход, как я понимаю, в Форс Став. Если вдруг не долетит, то дотолкают. У Эншент Оперейшена, Хэнд оф Мидас и Транквилл Буци, Фэйт всеми вообще силами пытается выйти у нас в Аганиму. Ну я думаю получится. Это где-то минут 10-15 Эншент Оперейшену заюзывание Мидаса и появится Аганим в итоге у Феррари. Бладстоум уже есть. Нул Талисман, Пауэр Трэдс и Боттл есть. Айгис тоже у нас для мидера команды Айджи. Не лишний совершенно. У Вивера появляется после Дезолятора Огр Клаб. Бернин готовится выйти в Блэйкинг Барт. Никаких тебе... Никаких тебе Линкен Сфер. Ну и понятно собственно, что толку от Линкен Сферы, когда здесь СФ будет раскастовываться вообще не точечно. Та же история абсолютно с Шейкером. Поэтому БКБ очень полезная вещь. И выйдет практически все, что здесь вливает команда Ихом. По-моему да, действительно все. Никто дэмэджа Виверу не должен вообще наносить под Блэйкинг Барт. Ну что, по золоту Айджи 5000, по экспириенсу четверка тоже для команды Инвиктос Гейминг. Ихомы пока не могут подобраться к своим оппонентам. Где-то если приближаются хоть чуть-чуть, то моментальная ответка от Айджи. У Ротикея уже есть Даггер. Пошел врыв Ротикея и Даггер будет заюзан совсем не так, как его заюзал Чуан. Ротикея закрывает в Коге. Надо стопить здесь Вич Доктора. Феррари врывается на Вич Доктора. ВД в итоге живет. Ульта от аппарата. Ротикея уже в таверне. Вич Доктор на лох-эп. Чуан у нас погибает от Найт Лайфстилера. Феррари летает. Забирает Шейкера. Теряет Айгис. Перед смертью двоих забирает здесь фактически Феррари. Бёрнинг развалил Энфлейма. И дальше можно в принципе за Лайфстилером гнаться. Трипл килл уже от Бёрнинга. И скорее всего ультра килл будет от Бёрнинга в данном файте. Нет, Бёрнинг бежать отсюда. Бёрнинг еще и умереть может здесь. Пошли опен ваунс по нему. И все, Меледик дотикал. Бёрнинг у нас умирает. Три в три размен. Потеря Айгиса от Феррари даже три в четыре получается размен. Ну и байбэк был от Вич Доктора. Да. Не самый удачный размен для команды IG. В итоге по золоту выиграли. Хотя IG, да, больше выиграли по золоту за счет байбэка Вич Доктора. Ну и по экспе чуть-чуть. Но тем не менее IG впереди. В данном файте. Ну и вообще по факту. Восемь тысяч в пользу команды Invictus Gaming. По экспириенсу где-то шесть. Для них же. Продолжение следует. 14.10. 22, даже 23 минуты у нас уже позади. У Шторм Спирита. 11 зарядов Бладстоуни. Феррари очень повезло, что у него был Айгиса. И что перед потерей этого Айгиса он еще и настрелял достаточно фрагов. Да и то, что Вивер в его команде. Бёрнинг смог для Феррари желанные фраги получить. 11 зарядов Бладстоуни. И постепенный выход в Блэк Кинг Бар для Феррари. Мидера команды Айджи. Т1 на топ лейне. Отъезжает без вопросов. В итоге никто из игроков команды Айджи у нас Тавр не забрал. Ну что, по нижнему лайну топают у нас игроки команды Ехоум. Инфлейм разлетелся под ноги Кси. Кси в итоге умирает, но умирает и Инфлейм. У Бёрнинга. Лоу хп. Бёрнинг быстрее бежать отсюда. Ланема стопят. И Чуань. Чудесный абсолютно эпицентр. На дамажил очень сильно. Было бы кому все это добить. У Бёрнинга в итоге. Трипл килл. Бёрнинг при этом в таверне. Ну и дабл килл у нас от Ротикей. Он тоже в таверне. 4 в 4. Размены у нас на нижнем лайне. И все это в пользу команды Ехоум. Полторы тысячи они выигрывают. Даже 1600 с копейками. И по экспириенсу 6. 150 в одном файте забирают игроки команды Ехоум. Ждем обновления графиков. И что приятно для команды Ехоум. То что не умер лайфстиле. Раз у нас Найкс живет. То надежда команды Ехоум тоже у нас в принципе живет. Найкс вообще идет 3.1.6. Проблем как таковых не имеется для него. А вот Бернинг все чаще начал погибать. У него 9 киллов. Но при этом 3 смерти. Все это в последнее время. И это важные смерти. Как для команды Ехоум. У Ротикея после даггера есть еще и... Так, где Ротикея у нас? У Ротикея после даггера уже есть форстаф. Мэджиконт мы видели. Ну, в общем-то закупился Тайт достаточно прилично. Вообще по методу Чуани у нас закупается Тайтхантер. У Чуани в это время... А у Чуани нет форстафа. Чуани у нас немножко бомжует. 11-й левел для капитана команды IG. У Ротикея тоже 11-й левел. Ну и готовы команда IG, я так понимаю, на Т2 врываться. И команду Ехоум забирать и Т2 тоже. Нет. Не собираются на топ-лейн переходить в итоге. Здесь просто одинокий Чуань стоит и чекает, что у нас в лесу. Но Вижен для команды IG есть. Чуань, в принципе, должен дорываться. Ну что, будет ли врыв? Чуань, где Эпицентр? Делай вещи. Нет, Чуань не врывается. Шторм Спирит в итоге забирает фраг. Могут потерять Кси. Кси вытаскивает на себя очень много игроков команды Ехоум. Но никто больше не пошел. Ведь Доктор разгрызает на Айкс. Чуань кастует Эпицентр на команду Ехоум. Ну и половину каста Эпицентра просто в никуда отправил Чуань. В итоге разбирают здесь Шейкер. Просто не почувствовал вообще команду IG. Ультимейт у нас от Ланема. Туда же оправляется Эншет Оперейшн. Минус 4 уже делает команда Ехоум. Дальше за Бёрнингом бежать смысла нет. Вот Бёрнинг единственный. Кто умный, кто с БКБ здесь. Кто в файте не погиб. Всех остальных просто на куски здесь разорвало. Ланем дал обалденнейший Эхо Слэм. Плюс рассказ с Фуловой. И Чуань становится все бесполезней и бесполезней. Отвалился у нас Шторм Спирит. Феррари не выдержал такой боли. Ну вообще, что можно сказать по китайскому дивизиону? В первой лиге по данной группе Ехоумы. Игра, собственно, турнир только начался. Поэтому ничего тут, собственно, и команды не отделяет одно от другой. Ну по интересным коллективам здесь, в принципе, Ньюби, Миракл в группе. Команда IG и Ехоума. А так, в принципе, сильнее них пока что никого не вижу. В другой группе, в группе Б, там уже посерьезнее набор. Здесь и Ньюби основные. И Вичи Гейминг, и Дикей, и Тонг Фу. И много-много-много всяких групп. Поэтому стоит сказать, что коллективу IG, что Ехоумам. С группой очень сильно повезло. Ну и основные оппоненты это вот они. То есть, фактически, мы сейчас видим финал данной группы. Битву за первое-второе место. Несмотря даже на то, что это первый матч. У Лайфстилера уже есть Абисал Блейд. Это проблема для Вивера. Теперь Виверу необходима линка. Есть БКБ для Бернинга. Демеджа тоже достаточно. Правда, реализация пока хромает. Вивер все хуже и хуже начинает у нас отыгрывать на данном этапе. Кстати, я так наблюдаю, у команды Ехоум никаких тим-артефактов не имеется. Мекки, Пайпа или еще чего угодно. Вот команды Ехоум нет. А вот Пайп здесь был бы вообще не лишним. Потому что рассказ магически неприятный от всех и вся. Чуани отправляется в собственный лес. Решил все-таки дособирать этот злополучный форстаф. У Ланема появляется Даггер. Наконец-то Шейкер у нас с Даггером. Он и без того давал очень крутые Хаслэмы. Но с появлением Даггера теперь Шейкеру не надо будет особенно выдумывать, что-то выискивать. Просто врывайся и просто бей всех по голове бревном. Как Арнольд Шварценеггер в фильме «Команда». Очень простая схема. У Лайфстилера после появления... А, кстати, Кси у нас должен видеть уже здесь Найкса. Кси готовится ли вырываться? Кси, кстати, себе дороже, по-моему, врываться. Ну и быстрее бежать отсюда Кси. Абисал Блейд не успел провязать здесь Найкс. В итоге у нас оффлейнер команды Эджи умудрился улететь. Коги для того, чтобы хоть как-то сбежать от игрока Ехум. Причем в соло. Ну, понимаете, да, что перефарм от Найкса касательно Кси огромнейший. 15 тысяч для Лайфстилера и только 5 с копейками для Кси на Клокверке. Мека есть у команды Эджи. И сконцентрирована она именно в Клокверке. Может, потому Клок такой слабый у нас, потому что он пошел в серьезного саппорта. Здесь Аркан Буцит для всех, здесь Мека для всех. Ну и максимум, что появится, может, это, наверное, Форстаф, который тоже, в принципе, для всех. Которым будет сейвить, скорее всего, тиммейтов. А сам оставаться и гибнуть. У Кси именно такая задача в данном матче. 0-5-12. Ой-ой-ой, пошел врыв у нас на Бернинга. Моментально развалили у нас мейнкерри команда Айджи. Ну, Айджи так доиграются. Они уже горят. И по золоту, по-моему, Айджи начинают сейчас уже проигрывать. По Экспе и Хоумы 3.5 побеждают на данный момент. Ну и Бернинг вроде бы в собственном лесу. Ну, Круни немножко подошел посмотреть на нее, полюбоваться с хайграунда. И так все для него обернулось. Ульта пошла от Эншит Оперейшн. Поймали все ее, кто только мог поймать. Ракета также от Клокверка, но врываться, в принципе, без Бернинга нет смысла. Феррари здесь уже ждут. Феррари выходит постепенно в Оркет. Облюминат Став 1 имеется. Ну и дальше на Рошана или нет? Врыв пошел от Кси. По Вич Доктору. Вич Доктор не сможет здесь дезватор кастовать. Во-первых, маны нет. Во-вторых, не дадут просто-напросто. Батареазаут от Клока. Клок развалился. Разменяли Вич Доктора на Клокверка. Уже минус 2 в составе команды Айджи. Их мы только саппорта потеряли. Да, важного саппорта, безусловно. Но и без него можно файтиться. Энфлейм поднимает у нас ветра Эншит Оперейшн. Без ульты Энфлейм. Энфлейм дальше по Фейту. Скорости движения у СФ достаточно. Дальше, дальше гоняет у нас Фейта. В это время убивают Ланема, игроки команды Айджи. Айнфлейм забирает Эншит Оперейшн и уходит. Но потерять трех игроков в размен на одного несчастного Эншит Оперейшн еще и Рошана отдать команде Айджи. Тут их умы, конечно, зафейлили. И по золоту это видно. В пользу команды Айджи много чего капнуло. И по экспириенсу. И наличие Аганима, Аэгиса, точнее, на Феррари уже о многом говорит. У Лайфстилера уже есть Хипперстоун. Готовится выйти, я думаю... Ну, скорее всего, в Кирасу выйдет здесь Лайфстилер. Мьелнир, наверное, уже бессмысленно покупать все-таки фарм. И сам рекой льется тут даже и ни к чему эти молнии. Но, с другой стороны, все может быть. Но Кираса вообще будет не лишняя. Тут, опять же, контролить Вивера. Вивера надо сжирать очень быстро. Потому что очень доставучий герой сам по себе. И Бернинг очень доставучий у нас сам по себе. Он не слезет просто с команды Ихом. Если ему дадут возможность хоть как-то там въезться в кого-нибудь из данного китайского коллектива. Ну, так. Ну и что у нас? Развалился еще и Клоквер. Но это уже седьмой раз для Клока. Ничего удивительного в этом нет. Чуан здесь просто рядом постоял. Посмотрел, как умирает Клок. 500 по голде забирает Ихом в данном файте. Айджи, тем не менее, впереди. Этот файт на Рошане вывел их немножко вперед. Но Ихомы продолжают постепенно мучить у нас команду Айджи маломальскими, но все-таки врывами. По экспириенсу Ихомы впереди. По-прежнему 2000 для них. Уже есть Оркет. Для Феррари осталось только Курьера туда и обратно сгонять. У Чуаня есть Форс Тафф и 2400 на руках у капитана команды Айджи. Возможно, будет Аганим. Возможно, Вейлоу в Дискорд для Чуаня. Что-то приятно, что-то. Но тут еще есть дополнительные ребята с Мэджик Раскастом. Поэтому Вейлоу в Дискорд, наверное, будет пополезней. Чтобы не один Чуаня у нас больше дэмэджа наносил на игроков команды Ихом. Появляется Плейт Мэйл для Лайфстиллера. До Кирасы совсем чуть-чуть. Порядка полутора тысяч. Айджи начинают подходить к хайграунду. Не оставляют они, я так понимаю, попыток зайти по мидлейну. Но тут они уже неоднократно слились на мидлейне и на подступах к хайграунду тоже здесь. Братская могила из-за крыков команды Айджи уже была. И все, отходят фармить. Одни фармят, другие фармят. Никому пока не интересно файтиться. Пытаются побыстрее вывести свои артефакты. Что та команда, что та команда опасается своих соперников. Ну и счет равный, 22-22. Есть, в принципе, над чем задуматься. Что одному коллективу, что другому. Ихомы по экспе впереди. Айджи по фарму. Пять тысяч впереди. Ну, мне кажется, что раскаст команды Ихом помощнее будет. Поэтому отставание по золоту не так критично. Левела свои вывезли. У Тайтхантера есть реведж второй. Здесь второй Дэзвард. То есть не так сильно зависимы игроки команды Ихом от золота, как игроки команды Айджи. Шторм Спириту необходимо еще укрепляться и выходить в ману. И Бернингу необходимо покупать артефакты на демедж. Уже, кстати, есть Дайдаус у нас для Бернинга. 300 с руки, криты по 240%. Ну, можно драться. Еще и постоянные вылетающие два удара. Так, врыв у нас от Кси. На Айнфлейм. Айнфлейм поднимает с себя Витрауль. Ту аппарата в любом случае поймал. Забирают мидера команды Ихом. Ну, мстит здесь Клокверк. Ни одного фрага, правда, еще Кси не заработал. 14 ассистов, правда, у него есть. И на этом достаточно пока что. Тысячу по золоту с одного Айнфлейма. Ну, мидер с одной стороны. Ну, и топ-4 у нас на карте по Нетворцу. Вообще, первый по Нетворцу Вивер. Даже несмотря на то, что Бернинг у нас темпы подсбавил. Лайфстилер на второй позиции. В Ланэме он у нас сидит Лайфстилер. Просто необходим врыв от Ланэма. Ланэм, врыв пошел по Бернингу. Вылазит у нас Лайфстилер. И Бернинга опять на куски разорвало. Еще и Абисал Блейд по голове Шторм Спириту. Шторму сбивает Аэгис. Ну, вряд ли отсюда Феррари будет уходить. Хотя, как-то побаивается. Реведж от Ротикей и Эхо Слем и Инфест. Единственное, чего не хватало, это Дезворда Вич Доктора. Хотя, опять же, это просто ускорило бы на секунду-полторы смерть у нас Вивера. То, что Вивер не выживал в данном файте, это факт. Во-первых, Эхо Слем. Во-вторых, Фиссура, Тотем. Все это держит под контролем Вивера секунды 3-4. Ну и демэджа вносит столько, что бедняга Бернинг у нас просто-напросто не выдерживает. Только-только Айджи делают какой-то удачный фраг, забирают СФ, а сразу же их умы отвечают смертью их мейнкерри. Забрали Вивера, Вивер у нас уже на третью позицию скатывается. Бернинг начинает отставать от Феррари. Ну и по-прежнему отстает от Лайфстилера. Рецепт на Кирасу уже имеется и надо только... Ничего не надо. Чейнмейл тоже приобретает себе Найкс. Ну и опять отходят на свои позиции игроки команды Ехоум и Айджи. За реку никто у нас гулять не забирается, если только в Инвизе, вот как Феррари делает. Файтиться пока что не хотят, потому что действительно непонятно, кто сильнее. Тут можно, в принципе, если где-то помощнее у нас Айджи выстрелят, можно забрать Ехоумов. Но абсолютно идентичная ситуация со стороны команды Ехоум. Им тоже надо удачно ворваться и можно Айджи расковырять всех вообще и вся. Феррари в Инвизе. В шокучах здесь бегает Бернинг. Пошел врыв у нас на Вич-Доктора. ВД выталкивают. Под Гастом уходит у нас в итоге Вич-Доктор. Кси врывается в ВД. ВД Меледикт на Кси. Кси убивает здесь Вич-Доктора. Ну и Клокпер закрыт под вражеским Т3. И забирают опять Вивера. Да что ж так слабо выглядит у нас Бернинг. Чуань ворвался у нас на Найкса. Половину ХП всего лишь сбивают Лайфстилеру. Выталкивают его. Все, забрали Лайфстилера. Три в два пока что файт. Ancient Operation тоже у нас отправляется в таверну. Чуань быстрее бежать отсюда. Даггер у Чуаня есть. Подкоп по Инфлейму и быстрее, быстрее, быстрее. Как можно быстрее валить отсюда. Вся команда Айджи втроем слились. И, в принципе, вся команда Айджи из тех, кто остался живой, еще униженные пытаются убежать. Ну, Чуань, наверное, отсюда не уйдет. Barrow Strike есть, но даже не дадут провязать. Ну и как бонус, как вишенка на торте, выпадает гем у нас из Чуани. Команда Yehome. Покажите нормальный файт рекап. Слишком долго был файт. Команда Yehome в этом файте опять оказалась в плюсе. С 6000 до 3500 графики идут. Уже движутся в пользу команды Yehome по экспе. В ноль шли абсолютно коллективы. Теперь Yehome выигрывают 2000. Но Феррари не умер. Это хорошо, потому что в Дуатстоуне не уменьшилось количество зарядов. Значит, и больше себе может позволить мидер команда Айджи. Ему тут умирать вообще не стоит ни в коем образом. Ну и Бернингу вроде не стоит, а Бернинг у нас совсем недавно был со счетом, по-моему, 9-2. 9-3 точно, но, по-моему, еще и 9-2 был счет у Бернинга. И теперь счет 9-6. Просто никого не убивает. Ходит Вивер ходит и мрет. Мрет и ходит. И ничего хорошего от Бернинга, пока команда Айджи не получила. У нас уже 40-ая минута прошла. По голде Айджи 2.5 на 41-ой минуте. По экспириенсу Yehome мы 3000 ведут у коллектива Invictus Gaming. Закрываются Айджи на собственном хай-граунде. Здесь юзают смок просто побыстрее, чтобы ворваться. И удачно, кстати, отметили у нас, отметил у нас Рутики на карте, где находится команда Айджи. И Айджи быстрее в рассыпную бежать отсюда. Поняли, наверное, что вышли за ними. Ланэм нашел себе уютное гнездышко. Точнее, не Ланэм, а Лайфстиллер. В Ланэме уже второй раз находится Наикс. Это действительно полезно. В Рифах, Аслэмфе, Сура, Тотемы. Там еще и киндер-сюрприз от Наикса. Ищут, ищут. Просто как санитары леса бегает команда Yehome. Где кто загулял у нас? Кто у нас хилый в составе Айджи может попасться под рассказ? Я думаю, что Шейкер не будет жалеть здесь Аслэма. Не так сильно выигрывает команда Yehome. Чтобы брезговать у нас еще и какими-то саппортами. То есть первого, кого увидели, наверное, Фессура, Эхо Слэм. А там уже ждем КД и будем выходить второй раз. Увидели у нас Ланэма. Будет ли врываться у нас Феррари? Нет, Феррари, скорее всего, будет уходить Чуань. Платков пошел по Ланэму. Чуаня просто разорвало на куски. Моментально в него пошел у нас Сан от Найкса. Дальше погоня за Ланэмом. Перед смертью Эхо Слэм. Бернинг, в принципе, под БКБ ему Фиолетова. Кси ворвался у нас в Инфлейма. Под батарея Саут в Инфлейме. Инфлейм до сих пор без Блэк Кинг Бара. Точнее, с Блэк Кинг Баром, да, проюзаны просто. Инфлейм у нас в итоге доковырял Кси. Пока что размен 2 в 1. Забирает еще и Ланэма. Феррари ковыряется с Ротикейем на клифе. Ротикей практически не проседал по ХП, но это пока. Пока Бернинг не пришел. 3 в 2. В итоге размен в пользу команды Айджи. Дальше Феррари. За лайфстиллером. И это действительно лакомый кусочек. Все, лайфстиллера смогли разорвать. Трипл килл для Феррари. В этом файте очень много заработал Феррари. Еще и СФ. Правильно. Друзья отправились в таверну. Куда вообще без СФа? Минус 5. Тим Вайп от коллектива Айджи. В итоге файта 2,5 по золоту. И 11 с копейками по Экспириенсу зарабатывает Инвиктус Гейминг. По ХП должны тут вообще идеально подправить ситуацию для себя. Феррари забирает гем и Бернинг у нас тут сыром будет бегать. Бернинг на хайграунд. Т3 съел. Нет Найкса, нет лайфстиллера. Ланэм без Найкса не пойдет никуда. Бернинг съедает сыр. 3 500 на руках у него есть. БКБ 7 секунд. В общем-то не страшно. Никто из Ехомов сквозь БКБ здесь не бьет. Единственная неприятность это разве что Абисал Блейд от Лайфстиллера. Ну что, Феррари отсюда улетает. Бернинг уходит. Т3 игроки команды Айджи развалили. Мидлейна тоже у Ехомов не осталось. Очень удачно Ехомы подрались у нас в последнем файте. Слились в пятером, потеряли Мидлейн и Айджи здесь по золоту. Обратите внимание, выигрывают уже более 10, где-то 11 тысяч. И по Экспириенсу тоже восьмерка для коллектива Инвиктус Гейминг. У Вивера после Дайдауса Дезолятора есть Игл Сонг. И пока что все. У Чуаня появляется все необходимое на Хекс. Чуаню осталось совсем немножко до Войт Стоуна. Но это копейки просто. Тут 270 это вообще не золото. Просто пару патчек крипов в лесу забрать. А Сэн Кинг у нас разобрал Буцу в спид. Ой, точнее Аркан Буцы. Нет, Аркан Буцы у нас были на Клокверке, да. Клок у нас по-прежнему с Аркан Буцами. Есть у него Мека, Форстаф и Геосептер. Но единственная задача Кси это врываться в центр событий и умирать. И это единственный, наверное, случай, когда это совсем неплохо. Когда так должно быть и это действительно работает. Клок врывается, все на него агрятся. А потом команда IG делает свое дело. Феррари поймали здесь. Эхаслэм от Ланемо. Сбивают Аэгис у нас Феррари. Не знали или не прочекали. Феррари у нас в итоге без Аэгиса. БКБ юзает Феррари и теперь готов файтиться. Шива у нас по Ланемо, по Роти Кей. Феррари просто к нему привязываемся. На Найт Сталл... Лайфстиллера. Лайфстиллера разорвали. Дальше Шторм Спирит. На Инфлейм. Инфлейм на Лоу ХП. Даблкил у нас уже от Бернинга. И Феррари в центре этих событий. А Бернингу дали возможность сбить. Бернинг бьет. Ситуация очень простая. Сбили Аэгис. Хотели моментально под ульту СФ отправить у нас Феррари. Феррари, в принципе, я думаю, там кнопку, которая отвечает у нас за... Худкей Блэкинг Бара. Просто до дыр сейчас затер Феррари. Надо было после появления моментально прожимать БКБ. Потому что там по таймингу уже Инфлейм собирался сделать свое неприятное дело. И не получилось. В итоге Айджи по золоту 15 тысяч. По Экспириенсу 12 в пользу Инвиктус Гейминг. Третья сторона падает. Напомню еще раз. Такатка в формате Бест оф 2. Здесь ничего не решает один матч. Решает в итоге весь групповой этап. Поэтому одна игра у другой отличаться не будет. Сначала сыграют у нас за Радиант Айджи. Вот сейчас уже доигрывают. Можно об этом смело говорить. А команда Ехоум потом сыграет за Радиантов. Айджи будут играть за Дайер. Ну и по итогам двух игр собственно одна победа, один поинт. Поражение ничего не дает. То есть две игры Айджи выиграет. Два поинта, два очка себе заработает. Реведж пошел у нас от Ротикея. Выталкивают Бернинга. Бернинг. Под БКБ. Ксид тоже у нас в когах. На лоу ХП здесь Витч Доктор. На лоу ХП Ланэм. Ланэм умирает. И это минус 4 от команды Айджи. Айджи до сих пор у нас Лайфстиллер не выбрался. И Гудгейм пишет у нас коллектив Ехоум. Ланэм просто в ужасе что-то пошло не так. Вроде такие крутые раскасты. Лайфстиллер в пике. Вроде была и та чудовищная, крутая. И СФ. Но СФ против Шторма в итоге у нас не вывел. Никуда свою команду. Вивер тоже оказался более скользким и неприятным, чем Лайфстиллер. Кайтили Лайфстиллера очень просто. Шторм Спирита не поймаешь. Вивера тоже очень сложно ловить. Поэтому Айджи выиграли, можно теперь говорить, пик. И выиграли саму игру за счет более крутой реализации. Ну что, небольшая пауза. 2-3 секунды. Не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Нам вообще кровь бизнесу надо 5к перейти. Фолловеров. Потому что стыд и срам. И, конечно же, группа ВКонтакте прямо под окном Твича. Заходите, подписывайтесь. Там у нас все общения, анонсы. Ну и все дальнейшее, что будет. Группа канал на Ютубе для вас представляет вводы уже сыгранных. От комментированных матчей нашей студии и лично меня. Вот поэтому заходите. С удовольствием вас там ждем. Пока что небольшая пауза. Услышимся через несколько минут. Услышимся через несколько минут.